Одной из главных задач сотрудников МЧС Брестской области в рамках республиканской акции за безопасность мести является информирование детей дошкольного и школьного возраста. Активная работа полным ходом ведется в Ивацевичском районе. Она включает ряд мероприятий, конкурсы, викторины, проведение акций, показы фильмов. Все это носит развлекательный характер, что немаловажно для подростков. Для того, чтобы заставить подростков услышать или, правильнее сказать, прислушаться к опытным спасателям, необходим особый подход. Его нашли сотрудники МЧС Ивацевичского района, прибывшие в деревню Бытень в рамках республиканской акции. Для того, чтобы еще раз напомнить ребятам о том, как нужно себя вести, чтобы избежать пожара. Именно благодаря МЧСовцам подростки сегодня хорошо осведомлены о необратимых последствиях неправильного обращения с огнем. К нам сегодня приезжали и говорили, что нельзя поливать электроприборы водой, потому что может произойти короткое замыкание. Нам еще говорили, что менее наполненная банка с бензином опаснее, чем наполненная. Мы смотрели, что надо делать, когда будет звучать школьная эвакуация. Надо выйти на улицу не спеша и надо сохранять спокойствие. Нельзя играться со спичками. Можно сделать пожар. Я пытаюсь правильно обращаться со спичками и не трогаю электроприборы. В нашем Ивацевичском районе уже давно сложились хорошие традиции по работе с детьми в плане изучения ими основ безопасности жизнедеятельности. Данная акция получилась более масштабная. Мы охватили такой населенный пункт более широко, как Бытень. Здесь наши ребята и активисты белорусской молодежной общественной организации. В рамках акции «За безопасность месте» прошла и еще одна – «Молодежь за безопасность», которую активно поддержали учащиеся четырех учебных заведений Ивацевичского района – средних школ, деревень, Бытень, Доманово, Волька и Добромысль, в которых уже на протяжении нескольких лет работают клубы спасателей и волонтерские отряды. Инициатива школьников участвовать в подобных мероприятиях легко объяснима. После серии бесед сотрудниками МЧС, просмотров воспитательных фильмов, а также многочисленных викторин и конкурсов, ребята захотели внести свой вклад в профилактическую работу по недопущению пожароопасных ситуаций. Они раздавали иллюстрированные листовки с правилами безопасности, сами проводили беседы с жителями деревни Бытень. Сегодня у нас в рамках республиканской акции «Молодежь за сохранение жизни» прошла такая акция, как «Вместе за безопасность». У нас существует в школе клуб юный спасатель. Ежегодно мы проводим такие акции вместе с волонтерским отрядом «Забота» и участвуем в конкурсах, которые проводятся в районе «Знатоки юного пожарного дела». У нас создана соответствующая внешкольная работа и проводится данная работа. Достаточно сказать, что во всех учебных заведениях созданы 30 клубов юных спасателей и пожарных, в состав которых входит более 2,5 тысяч учащихся. У нас работает очень хороший клуб юных спасателей и пожарных «Прометей» при Доме детского творчества, на базе которого имеется свой пожарный автомобиль в этом клубе, в этом кружке. Дети с удовольствием на сегодняшний день изучают и приобщаются к пожарному делу. Проведение подобных мероприятий сотрудниками МЧС – один из эффективных способов донести до ребенка полезную информацию, которая впоследствии станет для него поводом лишний раз задуматься, стоит ли шутить с огнем. И даже малейшая ошибка может стоить подростку собственной жизни.